Одна из составляющих высокой успеваемости в школе и всестороннего развития детей в дошкольных учреждениях – это возможность получать там не только полноценные знания, но и питание. Оно должно быть сбалансированным, качественным и полезным для детей. С целью контроля соблюдения требований по организации питания в образовательных учреждениях работает районный совет по питанию. Этот вопрос на контроле держат депутаты районного совета. С подробностями мои коллеги. Вопрос, как кормят детей в детских садах и школах, наверное, волнует каждого родителя. В образовательных учреждениях юные жители района проводят большую часть дня. Поэтому особенно важно, чтобы за это время у детей была возможность полноценного приема пищи – горячей, вкусной, качественно приготовленной. А это, в свою очередь, находится на постоянном контроле местных властей, в том числе и районного совета. Одно из заседаний постоянной депутатской комиссии по вопросам образования, молодежной политики, культуры, социальной защиты населения, здравоохранения, физической культуры и спорта, семьи и детства было выездным. Члены комиссии под председательством Ольги Леус и с участием заместителя главы района по социальным вопросам Виталия Титаренко посетили детский сад номер один, школы номер 6, 8, 23, где ознакомились с процессом организации питания, оценили состояние обеденных залов, введение всех журналов, проверили выход порций и провели дегустацию блюд. Смотрим, каким образом идет приготовление пищи, как ведется прием, смотрим ее органолептические свойства, количество отходов, интересуемся у ребят, какие блюда наиболее востребованы, какие не нравятся, чтобы скорректировать единое меню по нашим образовательным организациям. Ну и, безусловно, нас интересует востребованность школьного питания, в связи с тем, что и президентом нашей страны поставлена задача о стопроцентном охвате питания, и улучшение качества питания для нас является одной из приоритетных задач. Во время подготовки школ и детских садов к новому учебному году на средства районного и краевого бюджетов были улучшены условия деятельности нескольких пищеблоков, проведены капитальные ремонты, приобретено новое оборудование, обустроены обеденные залы. Что касается меню, то оно разработано с учетом рекомендаций по здоровому питанию и является полноценным и сбалансированным для школьников. В ходе объезда мы посещаем различные виды пищеблоков, это пищеблоки с полным циклом приготовления блюд, и доготовочные столовые, и те столовые, куда привозится готовая еда, которая приготовляется в наших базовых столовых, и, соответственно, уже готовые блюда доставляются у нас в образовательные организации. Поэтому все виды приготовления, все формы мы сегодня увидим, обязательно обсудим те вопросы, которые возникают в ходе проверки, и пообщаемся с детьми, пообщаемся с родителями, с нашими педагогическими коллективами, чтобы выстроить работу по организации питания на уровне, который должен быть соответствовать марке «Высокий». По итогам проверки депутаты рекомендовали руководителям образовательных учреждений проводить мониторинг среди детей по качеству пищи. Контроль за соблюдением всех норм при организации детского питания в образовательных учреждениях района – это не разовое мероприятие, а большая постоянная работа, которая ведется в течение всего учебного года, и она будет продолжена. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».